Российские автолюбители теперь опокупают полис ОСАГО по новым ценам. Коридор базового тарифа расширили сразу на 26%, причем в обе стороны. Это сделали, чтобы владельцы, которые ездят безаварийно, не переплачивали за страховку. Но станет ли страховка дешевле для аккуратных водителей и есть ли подводные камни, разбиралась Екатерина Кальченко. Катя, привет! Как тюменцы встретили эту новость? Женя, добрый вечер! Честно говоря, тюменцы слабо верят, что полис автострахования для кого-то подешевеет. Лично для меня он сегодня специально рассчитывали в офисе, вырос в цене на 2000 рублей. При том, что аварии у меня не было, а опыт вождения только растет. Но повезло тем, кто успел купить ОСАГО до 13 сентября по старым ценам. Их, правда, немного. Сегодня поговорила с тюменскими автолюбителями. Вот их мнение о нововведениях. Не очень, конечно, мы относимся, пенсионеры, к этому. Всего за всю свою жизнь при начале только аварию совершил. И то на головолюде меня занесло. А так я ни одной аварийной ситуации не буду. И почему я должен переплачивать, я вообще не понимаю. Я ОСАГО сделал в августе, в конце месяца. Там еще по старым ценам. А вот сейчас мужики начали делать страховку. И на 3000 ОСАГО подорожало. Неограничено чуть ли не в два раза. Привыкать к нововведениям нужно. Диапазон базового тарифа у нас изменился. Теперь минимальный 1646 рублей, а максимальный 7535. Это сделано для того, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей. Таким образом страховые компании смогут конкурировать за аккуратных водителей. Складываться базовый тариф для каждого автолюбителя будет индивидуально. Зависит он от нескольких коэффициентов. Стаж, проживание в городе или селе, технические характеристики машины. Появляется коэффициент, который завязан на опасность вождения, связанный со штрафами за какие-то опасные действия. А кроме этого появляется у страховой компании возможность устанавливать коэффициент, который трактуется в законе как иные риски. Если сложить все эти цифры, получится кругленькая сумма. Ну например, возьмем условно Тюмень. Водителю 40 лет, за рулем он уже 20 лет. И последние 10 из них без ДТП. Стоимость его полиса выйдет чуть больше 6 тысяч. А вот новичкам, которые только выпускают из автошкол, полис ОСАГО может быть не по карману. На машину достала шадиных сил, цена 39 600. Машина ездит, если их много, она очень аварийная. Допустим, те же Латогранты, Логан, они сейчас в такси ездят, у них коэффициенты всегда максимальные. Даже если собственник является частником, он никогда в жизни не работал в такси. У него все равно будет тариф максимальный, потому что эти машины очень часто бьются. Детали подорожали, доставка тоже выросла в цене. Поэтому полисы будут только дорожать. Действительно, санкции повлияли на стоимость автозапчастей, появились сложности с доставкой. С 11 сентября выплаты по страхованию будут начисляться с учетом цен на неоригинальные запчасти. Эксперты говорят, что это решение не самое плохое в сложившейся ситуации, а беспокоит их другое. Будут ли покупать дорогое ОСАГО, если дешевле заплатить штраф за его отсутствие 800 рублей? По статистике Российского Союза автолюбителей, в нашей стране 25% всех водителей управляют машиной без полисов. В Тюмени таких 36%. Если мы в ближайшее время либо не сделаем суровую автоматизированную систему, которая будет каждый день штрафовать таких водителей, или, что мне больше нравится, приблизим штраф к сумме минимального полиса ОСАГО, там сделаем его порядка 5000, как обычно, то в этом случае, если мы этого не сделаем, то мы потеряем страхование ОСАГО как смысл законодательного действия. Кстати, все чаще тюменцы у страховых брокеров стали покупать услугу доп. страхования, которую они между собой называют как защита от бесполисных. Как тебе, Женя, такой вариант решения проблемы? Идея, конечно, неплохая, но это, опять же, дополнительная финансовая нагрузка на благоразумных водителей. Мне кажется, что защитить от бесполисных могут только жесткие меры наказания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...